Выставка Mobile World Congress закончилась и мы отправились на север. Через неделю начнется цепь в Ганновере, но у нас есть планы на Париж и Амстердам. Ехать мы решили через Андорру. Андорра это крошечное горное государство в Перенеях между Испанией и Францией. Интересно, в ней собственно горы и очень низкие цены на бензин. Кстати, россиянам в Андорре не нужна виза. Правда вот аэропортов там нет, так что въезжать все равно придется через Шенген. А еще мы там нашли телезвезду Павла Кушелева верхом на сноуборде. Пришлось приклеить к нему тестовую гармину Гармен Уорк и спустить его с горы. Что из этого получилось, увидите в отдельном обзоре. Собирайте свою. Ну а теперь дальше, на Париж. Выставка МВЦ 2014 в Барселоне закончилась. Значит дальше мы можем ехать в спокойном режиме и рассказать собственно о дороге. Едем мы по навигатору Гармин Нуви 3597. Почему навигатор, а не смартфон? Ну во-первых, потому что у любого навигатора всегда лучше связь со спутниками, чем у смартфона или планшета. Если на трассе это не имеет особого значения, то в городах, особенно при подъезде к каким-то крупным развязкам, навигатор оказывается более полезен и своевременно подсказывает все нужные повороты, перестроения. С смартфоном бы у нас, наверное, так не получилось. Во-вторых, у Гармин отличная карта с большой базой точек интереса и платных дорог. В Барселону мы ехали в спешке. Естественно, ехали по платным дорогам. Было дороговато, зато получилось по-быстрому. Но после выставки мы едем в Ганновер. У нас достаточно времени. Сейчас мы находимся во Франции, где мы поставили галочку «Избегать платных дорог». Едем по бесплатным. По платным, конечно, быстрее, четче, там лучше дорожное покрытие, выше ограничение скорости. Но, во-первых, это дороговато. А во-вторых, на бесплатных дорогах как-то живописнее пейзажи и ехать приятнее. Несмотря на то, что большую часть пути приходится ехать за скоростью 70-80-90 км в час. Что особенно нравится в этой модели навигатора, это огромный, не такой уж огромный, достаточно большой 5-дюймовый экран, который, наконец, сделали емкостным. Он прекрасно работает, достаточно легко касаться пальцем. Особенно это важно, когда вы набираете адрес, название улицы или название города. Печать происходит очень быстро, как на смартфоне. Не нужно пытаться попасть там ногтиком в кнопочку или доставать стилус. Нет. Единственный минус навигатора состоит в том, что карта для него обновляется где-то раз в квартал. И не всегда на них отображается актуальная информация по дорогам, о дорогах. Например, в Польше мы немного заблудились, потому что дорога была перекрыта, и мы не совсем понимали, куда нам нужно ехать. А сейчас мы поедем в Париж. И прежде чем начать, нам нужно вбить адрес в навигаторе. Сначала город. Париж, улица, площадь. Дом не знаем. Пойдем на площадь Concorde. Дом 1. Все, навигатор считает маршрут. Сейчас он нам скажет, где и как нам нужно будет сворачивать. Напомню, в нем стоит галочка избегать платных дорог, поэтому на платное шоссе он нас не выведет. Будем ехать по небольшим районным магистралям с небольшим ограничением скорости и любоваться видами Франции. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»